Добрый день! В эфире Ирявонг-ТВ. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин. Россия рассматривает себя в моем видении как важный игрок на мировой арене, задачей которого является содействие формированию по-настоящему демократической системы международных отношений. Что нас беспокоит, это то, что мы видим попытки втянуть регион, и это не соответствует интересам России, должен сразу сказать, втянуть регион в геополитическое противостояние. И тогда уже, если действовать в отношении региона, исходя из логики противостояния, то и искажаются сами цели и методы работы. Это создает, на мой взгляд, серьезные проблемы с точки зрения реального урегулирования, урегулирования, которое бы шло в интересах именно народов региона, а не в интересах каких-то внешних сил. Я бы не стал, скажем так, ну, помятуя тот опыт, который уже есть, международный, да, не стал придаваться эйфории в отношении возможности, миротворческих возможностей разного рода международных там и иных структур. Мы имеем опыт Украины не очень хороший, имеем опыт бывшей Югославии. Базовый подход России состоит в том, что мы готовы оказывать содействие процессу нормализации, в том числе и подготовке мирного договора, но, естественно, и содержание переговоров, их темп, это зависит от сторон. Что касается базового подхода, то, что касается России, он неизменен. Мы, в общем-то, верны своим обязательствам, верны тем документам, которые были подписаны между нами в 90-х годах в том числе. Сам объем наших взаимоотношений делает неизбежным и появление каких-то проблем, там, разночтений, разногласий. Это нормально. Главное, чтобы вот сохранялся вот этот стержень, то, что объединяет наши народы и то, что соответствует, я в этом абсолютно убежден, в общности наших стратегических интересов. Добрый день, Сергей Павлович. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Спасибо за приглашение. Сергей Павлович, наше интервью проходит в преддверии Дня России. Как сегодня Россия видит свою роль в современном мироустройстве? Ну, вы знаете, я для начала хотел бы отметить, что эти вопросы, они достаточно предметно раскрыты в новой концепции внешней политики, которая буквально недавно была одобрена указом президента Российской Федерации. Концепция была составлена, подготовлена с учетом тех изменений, которые, очень глубоких изменений, которые произошли и происходят в сфере международных отношений и которые, естественно, во многом по-новому определяют важные аспекты внешней политики Российской Федерации и ее позиционирования в мире. Ну, если говорить о каких-то сущностных вещах, то, конечно, здесь есть много преемственности. То есть речь не идет о каких-то кардинальных изменениях во внешнеполитических установках Российской Федерации по сравнению с тем, что было зафиксировано в предыдущих редакциях концепции. Россия по-прежнему позиционирует себя как суверенное и независимое государство, проводящее независимую внешнюю политику, открытые миру. По-прежнему ключевой задачей нашей дипломатии является обеспечение условий благоприятных для развития страны, развития государства, развития нации и российского общества. Но, естественно, с учетом тех изменений, которые происходят, новых реалий, корректируются и поставленные перед нашей российской дипломатией внешней политикой в целом Российской Федерации задачи. Прежде всего, должен сказать, что базовая задача, которая стоит перед российской внешней политикой, определяет ее позиционирование России в системе международных отношений. Россия рассматривает себя, в моем видении, как важный игрок на мировой арене, задачей которого является содействие формированию по-настоящему демократической системы международных отношений, основанной на равенстве государств, основанной на принципе учета интересов каждого и согласования интересов государств вне зависимости от их размера. И, конечно, основанной на принципе обеспечения неделимости, безопасности. Должен сказать, что как раз нарушение этих принципов, которые мы видели в политике Запада, прежде всего Соединенных Штатов, их союзников последние десятилетия, во многом мы стали главной причиной, причиной тех драматических событий, которые мы переживаем сегодня. И вот те события, которые происходят, и в которых Россия непосредственно, к сожалению, оказалась задействованной, лишь укрепляют нас в том, что вот эта линия, она правильна и как никогда актуальна. Россия, естественно, придает особое значение своим отношениям с нашими ближайшими странами, прежде всего с союзниками, в число которых входит и республика Армения, естественно, вообще всему ближнему периметру, который находится вокруг российских границ. Также мы придаем очень большое значение развитию, углублению отношений с самым широким кругом государств, прежде всего тех, которые разделяют концептуально наш вот этот базовый подход к международным отношениям. Таких государств большинство, поэтому это создает для России, я в этом убежден, очень хорошие возможности для внешнеполитической активности, и мы ее сейчас и наблюдаем. Наряду с активной политикой России, то, что называли традиционно ближние зарубежья, то есть вот те страны, которые непосредственно находятся в ближнем периметре вокруг России, естественно, очень большое растущее значение придается отношениям с такими новыми центрами силами, как Китай, Индия, другие страны, Брикс, там Бразилия, Южная Африка. Россия активизирует свою политику в Азии, в Юго-Восточной Азии, в Африке. Вот скоро, где-то в конце июля, планируется очередной саммит России-Африка. Очень большое значение также придается и развитию тех заделов, которые у нас есть в отношениях с латиноамериканскими государствами. Естественно, Россия сохраняет свое активное участие, и настроено это участие во всех международных площадках, и региональных, и универсальных, включая организацию объединенных наций, несмотря на попытки объединенного Запада либо выдавить, либо ограничить влияние и участие России в различных международных структурах, в том числе не имеющих, в общем, никакого отношения к политике. Россия старается, в том числе и во взаимодействии со своими партнерами, со своими единомышленниками проводить там активную линию содействия, становлению нового меропорядка. Меропорядка, который действительно, скажем так, обеспечивает равноправие и учет интересов всех участников международного сообщества. Ну и, конечно, Россия прекрасно осознает свою роль как одного из ключевых гарантов стабильности и безопасности. И в региональном плане это проявляется в политике России на Южном Кавказе, в отношениях в том числе с Республикой Армения и в глобальном плане. В этом отношении здесь сохраняется, конечно, преемственность, но, естественно, мы вынуждены учитывать и те новые реалии, которые есть. Ну вот, если так вкратце, конечно, тема очень такая обширная и глубокая, но если вкратце какие-то основные моменты, которые я вижу для себя, наверное, вот это я бы сказал. В противостоянии Запада и России Запад пытается выдавить Россию с Южного Кавказа. Как Россия относится к попыткам Запада перетянуть переговорный процесс на свою сторону и довести до конца процесс подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Ну, я здесь бы, во-первых, сказал, что приоритет для России, который определяет ее политику здесь, это, конечно, нормализация ситуации, нормализация взаимоотношений между государствами региона, реализация потенциала, который Южный Кавказ имеет в плане развития. Для России критически важно, чтобы здесь была ситуация стабильного мира. И все, что работает на вот эти задачи, естественно, Россия готова всячески поддерживать ее политику, я повторяю, определяется именно этим. Ну, в конечном итоге, я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что Россию можно рассматривать как часть региона, с учетом того, что и Северного Кавказа, и глубоко исторически обусловленные вовлеченности России в дела региона, тех интересов, которые нас связывают с этим регионом, глубина межчеловеческих отношений со странами региона, с народами региона. Поэтому для России это, ну, скажем, очень существенный жизненно важный интерес, да, то есть обеспечение мира, стабильности, спокойствия и динамичного развития региона. Именно поэтому Россия активно включилась, ну, и раньше была включена, да, и сейчас очень активно включена в региональный процесс, и, прежде всего, конечно, в процесс нормализации армяно-азербайджанской, включая вот накормок-рабахский вопрос, и делает для этого очень много инициативы, они известны, да, вот совсем недавно состоялись очередные трехсторонние встречи в Москве, да, и на уровне сначала министров иностранных дел, затем на уровне лидеров наших стран. Также при нашем, как таком, настойчивом, настойчивой поддержке этого вот состоялось и очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию торговых и экономических связей в регионе. То есть, ну, понятно, роль нашего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в плане поддержания стабильности, обеспечения безопасности армянского населения там в регионе и в целом недопущения эскалации. Неоднократно на официальном уровне было заявлялось, что Россия поддерживает любые шаги и инициативы, которые реально работают на установлении мира в регионе. Причем наши позиции исходят из того, что на сегодняшний день единственной безальтернативной базой урегулирования являются те договоренности трехсторонние, которые были достигнуты на протяжении вот последних лет, начиная с 2020 года, 2020, 2021, 2022 года, то, что было зафиксировано в совместных заявлениях трех и лидеров трех государств. Все, что способствует их реализации, мы готовы поддерживать. Что нас беспокоит, это то, что мы видим попытки втянуть регион, и это не соответствует интересам России, должен сразу сказать, втянуть регион в геополитическое противостояние. И тогда уже, если, скажем, действовать в отношении региона, исходя из логики противостояния, то и искажаются сами, скажем так, и цели, и методы работы, это создает, на мой взгляд, в общем, серьезные проблемы с точки зрения реального урегулирования, урегулирования, которое бы шло в интересах именно народов региона, а не в интересах каких-то внешних сил, руководствующихся своими чуждыми регионами геополитическими устремлениями. Вот, наверное, вот в таком ключе я бы ответил на ваш вопрос. Видите ли вы возможным замену российских миротворцев на международный миротворческий контингент, о чем периодически говорят в экспертном сообществе? Ну, вы знаете, я убежден, что это позиция Российской Федерации, что миротворческий контингент российский в Нагорном Карабахе, при всех упреках, которые ему там подчас предъявляют, он действительно выполняет свои задачи. И задачи обеспечения безопасности, содействия, обеспечения жизнедеятельности Нагорного Карабаха, армянского населения Нагорного Карабаха, предотвращения крупномасштабной эскалации. И эта роль, она выполняется. И я, честно говоря, я на сегодняшний день не вижу, скажем так, силы, которая могла бы вот так выполнять эту роль в Нагорном Карабахе. Если говорить о перспективе, ну, знаете, тут, во-первых, это вопрос, наверное, сторон. Да, то есть для того, чтобы вводить какие-то силы, контингенты, да, нужно согласие всех сторон, задействованных в этой проблеме. Второе, я бы не стал, скажем так, ну, помятуя тот опыт, который уже есть международный, да, не стал бы придаваться эйфории в отношении возможности, миротворческих возможностей разного рода международных там и иных структур. Мы имеем опыт Украины, не очень хороший, имеем опыт бывшей Югославии, вот, в частности, в контексте сербто-косовской проблемы. И, в общем, как бы опыт свидетельствует о том, что такое международное присутствие в какой-либо форме отнюдь не является панацеей от тех проблем, которые есть. И далеко не всегда способствует решению этих проблем. Ну, мы очень хорошо, как бы, помним, знаем на себе, да, опыт, скажем, присутствия ОБСЕ на Украине, да, в том числе вот после 2014-го, 2014-го года. Мы хорошо помним опыт провала такой миссии гарантов европейцев в феврале 2014-го года на Украине, когда, помните, было подписано соглашение между оппозицией и властью, которое было разорвано буквально даже не на следующий день, идя практически ночью того же дня. Хотя вроде такие солидные крупные страны Евросоюза выступали в качестве гарантов этого соглашения. Так что я бы здесь все-таки смотрел бы на эти вопросы более реалистичные, более трезво. А насколько сейчас необходимо подписание мирного договора с учетом того, что еще не выполнены все пункты и условия от заявления 2020-го года? Ну, вы знаете, прежде всего, конечно, базовый подход России состоит в том, что мы готовы оказывать содействие процессу нормализации, в том числе и подготовке мирного договора, но, естественно, и содержание переговоров, их темп. Это зависит от сторон переговаривающихся сторон и им определять готовность, неготовность. Ну, на мой взгляд, конечно, очень важно, чтобы эта позиция, как бы российская позиция, да, это логика нашей работы. Конечно, нужно стремиться к достижению таких договоренностей, которые бы рассматривали как справедливые обеими сторонами, то есть те договоренности, которые реально способствовали бы установлению прочного, долгосрочного мира. Ну, повторяю, естественно, это, прежде всего, это вопрос двухсторонным решать, как быстро двигаться. Какие перспективы разблокировки коммуникаций в регионе? Ну, работа достаточно интенсивно ведется. Вот я уже упоминал, да, состоявшуюся 2 июня встречу трехсторонней группы. Этот вопрос, насколько мне известно, обсуждался предметно. И до этого, вот, 25 мая на встрече трех лидеров в Москве, наш президент заявил, что, в общем-то, те вопросы, которые... Есть несогласованные вопросы, но они носят чисто технический характер. В общем-то, в этом же русле были и заявления нашего вице-премьера Аверчука, который принимает участие в работе трехсторонней группы. Вот по итогам этой встречи 2 июня он констатировал прогресс, который был достигнут в плане, так сказать, подходов к вопросам разблокирования в целом и вот по тем практическим шагам, которые связаны с открытием движения, железнодорожного движения, вот, в районе Мегри, да, там, Ярасх, Городис, вот, по этому участку, через Нахичевань. То есть, судя по вот этим высказываниям, этим заявлениям, действительно сделано очень много, что действительно прогресс, вот, он есть, и договоренности, они достаточно близки к, так сказать, к достижению. Вот будем надеяться, что этот процесс, несмотря на всю его деликатность и прочее, он все-таки будет успешно, будет успешно продолжен и даст конкретные результаты. Я схожу из того, что реальные предпосылки для этого есть. Недавно прозвучали заявления о том, что при разблокировании коммуникаций в регионе и деблокаде Армении полный контроль за границами и пограничными службами будет осуществляться армянской стороной. Означает ли это, что Армения отказывается от трехстороннего заявления 2020 года и от межгосударственного договора о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенном в 1992 году? Вы знаете, ну, мне кажется, вот то, скажем, заявление, на которое вы ссылались, это, ну, скорее, ну, предмет, в общем-то, обсуждения, возможно, вот именно в рамках обсуждения вопросов о разблокировании коммуникаций, да, поэтому я здесь бы все-таки призвал скорее ориентироваться вот на те комментарии, те заявления, которые делаются и будут делать, да, вот, сопредседатели трехсторонней рабочей группы, вот. Ну, а что касается базовых, так сказать, базового подхода, то, что касается России, он не изменен. Мы, в общем-то, верны своим обязательствам, верны тем документам, которые были подписаны между нами в 90-х годах, в том числе российские пограничники, они выполняют свою функцию, они даже присутствуют и в районах армяно-азербайджанской границы, то есть, как-то занимаются мониторингом ситуацией, то есть, это, в общем, Россия, она, Россия серьезно относится к своим обязательствам, которые есть в этом плане, позиция здесь наша не меняется. Эксперты отмечают некоторое охлаждение в армяно-российских отношениях, о чем свидетельствуют также соцопросы. Как разжигание антироссийских настроений сказывается на качестве армяно-российских отношений? Вы знаете, ну, здесь бы я, прежде всего, хотел что сказать, что Армению и Россию объединяют очень многое, да, и причем не только государства, да, сами страны, но, прежде всего, народы за многие века совместного взаимодействия, да, и, в общем, очень важных, общих страниц истории, ну, сформировалась очень такая, очень, ну, такой, на мой взгляд, очень прочная и такой хороший стержень наших взаимоотношений. И вот я думаю, что именно вот сохранение этого стержня, оно является главной задачей, потому что, естественно, ситуация политическая, она изменчива, возникают новые проблемы, новые вызовы, в том числе вызовы для наших стран, они серьезные, они требуют соответствующей реакции, напряжения, сам объем наших взаимоотношений делает неизбежным и появление каких-то проблем, там, разночтений, разногласий, это нормально. Главное, чтобы вот сохранялся вот этот стержень, то, что объединяет наши народы и то, что соответствует, я в этом абсолютно убежден, общности наших стратегических интересов. На мой взгляд, на сегодняшний день, опять-таки, несмотря вот на какие-то появляющиеся там проблемы и прочее, в общем-то, подход сторон, ну уж во всяком случае за Российскую Федерацию, я могу это говорить абсолютно уверенно, вот, подход сторон к вот сохранению вот этого стержня в наших отношениях, их характера стратегического, союзнического, он остается, скажем так, в силе этот подход к сохранению, подход направленный на сохранение вот этих вот этого характера наших отношений, это самое важное. Ну а что касается антироссийских попыток тех или иных сил нести трещину в наши отношения, да, мы живем в реальном мире, мы понимаем, что такие попытки, они есть, но в конечном итоге все определяет именно воля наших народов и воля, конечно, политического руководства. Я рассчитываю на то, что эта воля, она будет, несмотря ни на что, будет преобладать. А как развиваются отношения между странами в военно-политическом и экономическом аспекте? Не секрет, что в экономическом плане отношения между странами остаются надежными и эффективными? Ну, я уже говорил о том, что Россия исходит из того, что, из приверженности тем отношениям, тем обязательствам, которые есть у нас в различных сферах, в том числе и в сфере безопасности, в военно-политической сфере, взаимодействие по этой линии, оно продолжается, и здесь наша позиция неизменна. То есть мы рассматриваем Армению как нашего союзника со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, действует военная база, вы знаете, что есть присутствие и в Горисии, и вот я говорил о наших пограничниках, осуществляется взаимодействие по линии военно-технического сотрудничества. Ну, эта сфера, она особая, она деликатная. Здесь лучше, конечно, задавать вопросы на этот счет нашим специалистам. Ну, вот, отмечу, что в марте состоялось очередное заседание межправительственной комиссии по вот этим вопросам. То есть взаимодействие в этой сфере также есть, оно продолжается. И, ну, мы уже говорили о нашем миротворческом контингенте. То есть, если говорить о военно-политической сфере, о сфере безопасности, то, в общем-то, те договоренности, те соглашения, которые были подписаны, в том числе и у объединенной группировки войск сил, они о нашем взаимодействии в сфере пограничной охраны, они сохраняют свою актуальность. Ну, а по экономическому задействию вы сами как бы дали такую уже краткую характеристику. Действительно, экономическое взаимодействие, оно очень динамично развивается. Об этом говорят и цифры, и нашего товарооборота, и обменов в нашей сфере бизнеса. В прошлом году, только в прошлом году, были 24 бизнес-миссии России в Армении. Я не говорю о армянских визитах, армянских деловых кругов в Россию. Наряду с традиционными формами нашего экономического сотрудничества закладываются основы для взаимодействия в новых сферах, в том числе и в сфере новейших технологий, и в новые формы взаимодействия в энергетической сфере. Скажем, в России есть что предложить Армении в сфере цифровизации, в сфере применения искусственного интеллекта, в том числе в плане управления процессами городскими, жизнью мегаполиса. То есть очень значительный, очень широкий круг конкретных тем, по которым идет диалог, по которым подписываются соглашения, контракты. Россия сохраняет свое место основного инвестора в армянскую экономику, где-то в районе 46, может быть, даже побольше процентов накопленных инвестиций. Это российские инвестиции, мы знаем, здесь активно работают российские компании, в том числе те, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков, компания с российским капиталом крупнейших налогоплательщиков Армении. Все это, безусловно, есть, есть реальный интерес. Очень важный аспект, что все более активно становятся наши регионы в этой сфере. Традиционное межрегиональное сотрудничество, оно занимало важное место в комплексе наших двусторонних отношений, но сейчас этот интерес повышается с двух сторон. Об этом свидетельствуют и проведение межрегиональных форумов ежегодных, и межрегиональные визиты, подписание документов. То есть есть реальный взаимный интерес, это очень важно. Ну и, конечно, важный аспект – это наше совместное участие в интеграционных процессах евразийских, совместная работа в рамках Евразийского экономического союза. Это очень важно, эта работа, она конструктивная, действительно основанная на взаимных интересах, и которая дает отдачу для наших стран, для экономики Армении в том числе. Об этом свидетельствуют и цифры, да, динамика развития товара оборота, роста товара оборота Армении со странами Евразес, экономические показатели Армении. Я убежден, что свою немаловажную роль играет в этом и участие в наших совместных интеграционных объединениях. То есть здесь действительно есть налицо и взаимный интерес, и налицо серьезные перспективы. Вот как раз в 2024 году исполняется 10 лет подписания Большого договора о Евразийском экономическом союзе, а Армения вновь станет председательствующей в ЕАЭС. Как вам видится перспектива развития этого интеграционного объединения, и возможно ли включение туда также политического компонента? Ну, что касается включения политического компонента, вы знаете, да, что все, скажем, это вопросы, которые касаются суверенных решений государств-членов. Да, вот как они решат, так оно и будет. Их решения, ну, наверное, будут в значительной степени зависеть от того, как, скажем, руководство этих стран будет видеть свой интерес, да, в отношении, вот, так сказать, форматов участия в этих интеграционных объединениях, вот развития международной ситуации, ну, много аспектов. Поэтому, ну, я бы сейчас не стал делать какие-то такие предположения, они бы, наверное, не совсем это звучало бы солидно. Вот, а что касается, что касается, вот, тех процессов интеграционных, которые есть, они, ну, я уже об этом сказал, они, безусловно, они, безусловно, идут. Конечно, есть и проблемы, бывают и разногласия, это вопросы, которые касаются вот таких важных экономических интересов наших государств, но сами факты свидетельствуют о том, что в целом, в целом эти процессы притекают успешно, Еврозес, безусловно, становится важным, скажем так, важным самостоятельным игроком вот в том, скажем так, полицентричном мире, который формируется, скажем, очень неплохо, насколько мне известно, проявил себя, в частности, Еврозес в решении проблем, которые возникли вот в результате пандемии коронавирусной, вот, в том числе и в плане обеспечения и, скажем так, торговых связей, продовольственной безопасности наших стран. Сейчас, конечно, очень серьезный вызов, это вот та санкционная война, которая развязана против России, Белоруссии, коллективным западом. Ну, эти темы тоже, я уверен, находятся в фокусе внимания в рамках Еврозес. И, ну, и, в общем-то, действительно появляются новые инициативы распространения нашего взаимодействия на новые сферы, сферы деятельности. Очень важная, скажем так, важная сфера, насколько мне известно, это вот цифровизация, в том числе и армянская сторона очень такую инициативную роль вот в этой сфере играет, насколько я знаю. Вот Еврозес обрастает связями с третьими странами, да, и другими интеграционными объединениями. Вот уже на подходе, в частности, подписания соглашения о свободной торговле с Ираном, например, ведутся соответствующие переговоры еще с рядом очень важных стран, в частности, Индия, Египта, еще там рядом стран. То есть, в общем-то, я убежден, что есть все основания говорить о том, что Еврозес действительно доказывает свою эффективность и право на дальнейшее развитие и на становление в качестве важного игрока полицентричного мира. Особенно это актуально в нынешней очень непростой ситуации, да, когда та традиционная модель глобализации, которая характеризовала развитие международных отношений на протяжении десятилетия, она явно рушится, и региональные процессы, региональные интеграции, они приобретают новое значение, новую роль. И, конечно, дальнейшее развитие и углубление интеграционных процессов. Я убежден в интересах как стран-участниц Евразии, так и в интересах более, скажем так, широкого евразийского сообщества и международного сообщества. В Армении набирает популярность движение «Сильная Армения с Россией» за Новосоюз, которое выступает за вступление Армении в союзное государство «Россия-Беларусь». Будет ли заинтересована Россия в подобной интеграции с Арменией, если Армения выступит с такой инициативой? Вы знаете, я бы не стал сейчас так говорить о гипотетических, и будет заинтересованность, не будет. Россия всегда готова рассматривать любые инициативы, тем более, если они исходят от наших союзников, от стран-партнеров. На сегодняшний день есть те модели интеграционного взаимодействия, о которых мы только что с вами говорили, развитие которых Россия и Армения придают большое значение, которые себя эффективно проявляют, которые служат очень хорошим дополнением к массиву наших двусторонних отношений, двустороннего взаимодействия. Очень важно, что эти существующие интеграционные форматы, они функционируют при уважении суверенитета наших государств. То есть все решения, которые принимаются, не принимаются, консенсусом. Каждая страна имеет все возможности отстаивать свои интересы, их реализовывать и на основе принципа равноправия. Не все международные структуры, региональные структуры работают на таких принципах, должно сказать. Вот наши интеграционные структуры, они работают именно на этих принципах. Это очень важно. Я думаю, что в современном мире это важный такой фактор их жизнеспособности. Ну и я абсолютно уверен, что участие наших стран в этих интеграционных форматах действующих – это очень важный, так сказать, элемент сохранения укрепления их суверенитета в очень непростом и конкурентном мире современном. Сергей Павлович, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова